Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем тему дифракция френеля и также рассмотрим случаи линзы и зонной пластинки. Тема дифракция френеля, линза, зонная пластинка. Мы уже говорили о дифракции френеля, как дифракции в ближней зоне. Дифракцию будем рассматривать по-прежнему на круглом отверстии. Сегодня будем рассматривать препятствия, которые вносят дополнительную разность хода. Например, это стеклянные пластинки или пластинки, изготовленные из материала с показателем преломления N каким-то, которые имеют толщину H и закрывают какую-то часть зон френеля для точки наблюдения. пластинка вносит дополнительную разность хода, дельта дополнительная. Если бы не было пластинки, то разность хода в воздухе составляла бы H для волны, которая идет перпендикулярно этой пластинке. А теперь оптическая длина хода будет равна H, N. Поэтому дополнительная разность хода H будет равно H, дельта будет равно H умножить на N минус 1. Соответственно, разность фаз, которая при этом вносится, дельта Пси, будет равна k на дельта дополнительная, 2П делить на λ, H на N минус 1. И приступим к рассмотрению задач. Задача 1. Имеется диск из стекла с показателем преломления N, который для точки наблюдения закрывает 2,5 зоны френеля. спрашивается, какова должна быть толщина диска H, чтобы интенсивность в точке наблюдения была максимальной. И также определить максимальную интенсивность. Нарисуем спираль френеля. Вот точка O. Точка O бесконечность. Закрыта у нас диском 2,5 зоны френеля. Все остальное открыто. Значит, если бы найдем эту точку, которая соответствует 2,5 зонам френеля. Край первой зоны кончается здесь. Первая зона, вторая зона и еще половина зоны третьей. Вот это будет точка O с индексом 5,2. Тогда вектор, который выражал бы амплитуду возмущения от закрытой сейчас диском части, был бы район пунктиром. Его нарисуем. Вот такой вектор O, O, 5,2. Значит, начиная с середины третьей зоны до бесконечности все открыто. И выражается амплитуда возмущения вот таким вектором. О, 5,2. О, бесконечность. Значит, но у нас теперь вот эта пластинка вносит дополнительную разность хода дельта. Дополнительная. Которая равна h на n минус 1. Дополнительная разность фаз, как я уже говорила, откладывается против часовой стрелки. Значит, вот этот вектор O, O, 5,2 поворачивается против часовой стрелки. И смотрим, на какую же величину надо его повернуть, чтобы была максимальная интенсивность. Очевидно, он должен быть сунаправлен с вектором O, 5,2, O, бесконечность. Вот, поворачиваем этот вектор против часовой стрелки. Поставим здесь точку O, штрих, 5,2. Раз вектора сонаправлены, значит, они просто складываются. Поэтому, значит, радиус этого окружности равен радиус A0. А0, где А0, это амплитуда возмущения при полностью открытом фронте. Смотрим из треугольника O, O, бесконечность, O, 5,2. Вектор O, O, 5,2 равен A0 корней из двух. Тогда суммарный вектор, который будет равен A. Вектор O, O, 5,2, O, бесконечность, это A0. Плюс вот этот вектор, который получился поворотом вектора O, O, 5,2 на угол, соответствующий A0 корней из двух. То есть A0, единица, плюс корень из двух. Теперь посмотрим, на какой же угол нам надо было повернуть этот вектор. А угол этот, это соответствует разности. Фаз дельта Пси. Значит, мы видим, что это дельта Пси у нас равно Пи пополам плюс еще Пи на 4. Плюс Пи на 4. Ну и вообще говоря, плюс 2 Пи М, где М целое число. То есть 3 четверти плюс 2 М, Пи. Отсюда, сравнивая выражение вот это вот и полученное последнее выражение, мы сможем определить H, который соответствует максимальной интенсивности. Это будет разделим на 2 Пи лямбда, делить на Н минус 1, умноженное на 3 восьмых, плюс М, где М принимает значение 0, 1, 2 и так далее. Вот на один вопрос задачи мы ответили. Минимальная толщина пластины, это будет 3 восьмых лямбда, делить на Н минус 1. И теперь найдем интенсивность И, которая будет пропорциональна А в квадрате. Соответственно, А нулевое в квадрате дает нам И нулевое. Поэтому будет И равно И нулевое на единица плюс корень из двух в квадрате. Ну, возводим это в квадрат. Это будет 1 плюс 2, плюс 2 корня из двух. То есть 3 плюс 2 корня из двух, это примерно 6. 6 И нулевое. Где И нулевое, это интенсивность при полностью открытом фронте. Я вот здесь не указала, считаем, что она известная. И нулевое. Значит, вот это в случае, когда у нас есть пластина с показателем преломления Н больше единицы. Следующую задачу рассмотрим немножко другой случай. Когда у нас в материале с показателем преломления Н сделано отверстие, которое заполнено воздухом. Задача 2. Значит, пусть есть пластина толстая из стекла, на нижней стороне которой сделана выемка круглая. Глубина этой выемки, обозначим ее H. А площадь этой выемки S равна 1 третьей площади первой зоны для точки наблюдения. Надо определить, какова должна быть глубина этой выемки H, чтобы интенсивность была минимальной. Интенсивность при полностью открытом фронте зададим и нулевое. Показатель преломления пластины N. Вот для этого случая также можно нарисовать спираль френеля. Ограничимся только первой зоной, потому что выемка занимает только треть этой первой зоны. Точка O, точка O-бесконечность. Это край первой зоны O1. Значит, по площади треть зоны, поэтому и угол, который составляет направление O, O-бесконечность, направлением на точку O, 1 треть. Есть треть фазы, разности фаз, которая набирается к концу первой зоны. Это разность фаз Пи. Поэтому делим вот эту половину окружности на три части. Здесь будет точка O1, 3. И вот этот угол составляет Пи на 3. Давайте нарисуем вектора, которые у нас характеризуют возмущение. Эта выемка вносит дополнительную разность хода, дельта дополнительная, которая равна. Значит, здесь показатель преломления больше, а в выемке находится воздух, там меньше показатель преломления. Поэтому равно H. Здесь показатель преломления больше, в выемке меньше. Поэтому добавочная разность хода равна 1 минус N. Меньше нуля. Соответственно, разность фаз, дельта Пи, которая связана с этой дополнительной разностью хода, будет равна К, сразу я напишу, 2П делить на лямбда, на H. Ну, здесь можно написать, ладно, чуть дальше вынесем. H на 1 минус N. Или минус 2П делить на лямбда, H, N минус 1. Тоже меньше нуля. Значит, у нас отрицательная разность хода. Если положительная у нас откладывается против часовой стрелки, отрицательную будем откладывать по часовой стрелке. Нарисуем, какой был бы у нас вектор от этой выемки, если бы здесь было просто стекло. Вот я его пунктирчиком нарисую. Вот это вектор был бы ОО1.3. К нему прибавлялся бы вектор возмущения, который начинался в точке на третьей первой зоны и заканчивался в бесконечности. Вот этот вектор. ОО1.3, ОО бесконечность. Теперь у нас выемка поворачивает против часовой стрелки, по часовой стрелке вектор ОО1.3, потому что отрицательная разность фаз. Поворачиваем вот этот вектор на дельта Пси. И мы видим, что минимальной получится у нас интенсивность, когда этот вектор окажется параллелен вектору ОО1.3, ОО бесконечность. Поставим здесь точку ОО1.3. И поскольку здесь 60 градусов угол ООО бесконечность ОО1.3, то получается, что вот этот вектор по длине ООО1.3 равен А0 радиусу вот этой окружности. Поэтому, когда мы его повернем, и он станет параллелен вектору ООО бесконечность, который как радиус окружности ОО1.3, ООО бесконечность, как радиус тоже равен А0. В итоге получится, что амплитуда возмущения А равна 0. То есть интенсивность минимальная будет тоже равна 0. Ну а теперь определим толщину этой выемки из условия, что у нас дельта Пси должно быть равно минус Пи на 3, и чтобы стали у нас параллельны эти вектора. Вот здесь напишу, чтобы было видно. Значит, 2Пи делить на лямбда. ХН-1. Знак минус я опустила. Как отпущу этот знак? И при Пи на 3 тоже она с минусом. Этот угол идет с минусом, разность вас. Равен Пи на 3 плюс 2ПиМ. Отсюда сокращаем Пи и получаем H, который соответствует и минимальной, в данном случае нулевой интенсивности, будет равно лямбда делить на Н-1 и умноженное на 1 шестую плюс М, где М пробегает значение от нуля, 1, 2 и так далее. Значит, вот мы ответили на вопрос задачи. Вот такую толщину должна, глубину должна иметь выемка, чтобы интенсивность была минимальной, в данном случае интенсивность нулевая. Переходим к задаче 3. Имеется непрозрачный экран с отверстием круглым, радиусом радиуса R, большое. Это отверстие открывает 3 зоны Фринеля для точки наблюдения. В это отверстие вставляется диск, ну вот я нарисую, вставляется диск, который вносит дополнительную разность фаз дельта Пси, равная Пи пополам. Надо найти такой радиус диска, R-диска. Чтобы интенсивность была А, в первом случае, равна нулю, с диском вместе А, В, и была равна и максимум. Вот такие радиусы диска нам надо найти. Значит, нарисуем спираль Фринеля для трех зон. Вот это точка О у нас, здесь окончание О-бесконечность. Эта точка соответствует краю первой зоны, но нам важно, что открыто 3 зоны, поэтому, что здесь кончается третья зона, О-3. Давайте рассмотрим два случая. Первый случай, когда у нас этот диск перекрывает от одной до двух зон Фринеля. Буквой Н я обозначил число зон Фринеля, которое перекрывает диск. Оно не целое. И второй случай потом рассмотрим. Сначала первый случай. Нарисуем вектор, вот эту точку, предположим, О-Н обозначим. Вот этот угол Пси, дельта Пси, равен Пи-Н. Значит, первую зону закрывает диск и еще закрывает часть второй зоны до вот этой точки. Тогда, если бы у нас этот диск, его не было бы, то амплитуда возмущения выражалась бы вектором, который я нарисую пунктирчиком, О-О-Н. От остальной открытой части трех зон вектор был бы О-О-3. И в сумме вектора О-О-Н плюс О-Н-О-3 давали бы нам вектор, который дает возмущение от трех зон. Вот я его красным нарисую. Это вектор от трех зон. О-О-3. Как мы видим, поскольку в сумме вектора О-О-Н плюс вектор О-Н О-3 должны быть равны О-О-3. А О-О-3 является диаметром нарисованной окружности, то угол между векторами О-О-3-О-Н и О-О-Н прямой, то есть О-О-Н перпендикулярно О-Н-О-3. Теперь учтем, что этот диск поворачивает, дает дополнительную разность фаз Пи пополам, что соответствует повороту вектора О-О-Н на Пи пополам против часовой стрелки. Вот так его поворачиваем на Пи пополам и получаем вектор О- точку О-Н штрих. А вектор О-О-Н штрих теперь выражает вклад от диска. Видно, что в этом случае можно получить минимальную интенсивность, если вектор О-О-Н будет соответствовать середине полуокружности. Нарисуем для данного случая. вот у нас спираль Фринеля. Здесь у нас 8, соответственно. И теперь точка О-Н совпадает вот с этой точкой. А что это за точка? Мы прошли первую зону, еще половина второй зоны. То есть это три вторых зоны мы прошли. Точка О-О-3. Три вторых. Это точка О у нас, это у нас точка О-3 О-бесконечность. Тогда рисуем вектор О-3 вторых. О-3 будет направлен вот таким образом. А повернутый этот вектор будет параллелен ему, потому что я сказала здесь угол прямой и повернут на Пи пополам на 90 градусов. Значит параллельно будет идти этот вектор О- Н штрих. Поскольку теперь он был бы вот так направлен, если бы возмущение было бы так направлено, если бы не было поворота, мы видим, что О-3 вторых О-3 вектор равен О- О-Н штрих. О- О- Н штрих. То есть в сумме эти два вектора дадут нам ноль. Интенсивность минимальная. Значит, векторы ноль дадут, амплитуд, возмущение, интенсивность как квадрат амплитуды возмущения тоже будет ноль. Нам надо определить радиус диска, соответствующего вот этому случаю. У нас в данном случае диск перекрывает вот первую зону и еще половину зоны. То есть число перекрытых зон Н1 в первом случае равно 3 вторых. А было изначально у нас открыто Н нулевое 3 зоны фринеля. Поэтому у нас теперь в два раза меньше открыто зон фринеля Н 1 так относится Н0 как 1 вторая. Поскольку у нас мы говорили на прошлом семинаре количество зон фринеля открытых пропорционально квадрату радиуса отверстия которое открывает эти зоны то отсюда следует что R 1 диска будет равно R делить на корень из 2 То есть для того чтобы мы получили минимальную в данном случае нулевую интенсивность радиус диска должен быть равен R на корень из 2 Теперь рассмотрим второй случай когда у нас сейчас спираль фринель тоже сразу нарисуем значит случай когда диск перекрывает либо меньше одной зоны либо от 2 до 3 зон Давайте найдем точку которая соответствует краю диска О О бесконечность О 3 меньше одной зоны значит у нас угол Пси меньше Пи Здесь может эта точка находиться вот где-нибудь здесь О Н А вот это угол Пси соответствующие разности фаз Если от 2 до 3 зон закрывает диск вот он закрыл первую зону вторую зону и часть третьей то есть эта точка тоже будет находиться здесь же нарисуем опять векторы которые дают вклад если бы не было диска то у нас вектор О начинается в этой точке заканчивается вот он так себя вел это была бы амплитуда возмущения от той части которая теперь закрыта диском от остальной части трех зон вектор ОНО3 был бы направлен вот таким образом в сумме то же самое вектор ООН плюс ОНО3 дают нам вектор ОО3 но не буду его здесь рисовать это амплитуда возмущения от трех зон без диска теперь по условию задачи вот этот вектор ООН мы должны повернуть на угол Пи пополам потому что диск дает дополнительную разность фаз Пи пополам поворачиваем этот вектор этот край конец обозначим ОН штрих повернули его на Пи пополам против часовой стрелки теперь мы видим что вектора ОН О3 и ООН штрих направлены в одну сторону более того они параллельны потому что вот этот угол О3 ОН о прямой как угол опирающийся на диаметр и здесь тоже Пи пополам по условию задачи нам надо и в этом случае мы можем получить интенсивность максимальную это это будет реализоваться в следующем случае когда у нас вот эта точка ОН соответствует половине первой зоны или пять вторых зон френеля нарисуем для данной ситуации вот эта точка О одна вторая или она же О5 вторых тогда вектор О Н О3 будет направлен вот таким образом и этот вектор который был бы выражал амплитуду возмущения от части перекрытой теперь диска после поворота пойдет вот сюда это О О одна вторая штрих ну не буду здесь уже указывать что это то же самое что О5 вторых значит получились два вектора которые параллельны друг другу они складываются их амплитуды и амплитуда возмущения А будет равна значит О О 1 2 О3 плюс О О 1 2 штрих мы видим что вот это радиус данной окружности равен А нулевое поэтому длина вот этого вектора как и этого равна А нулевое корней из двух значит получается два два одинаковых вектора А нулевое корней из двух при этом интенсивность И которая пропорциональна А квадрат будет равна А нулевое в квадрате даст нам И нулевое 2 в квадрате 4 да еще умножить на 2 8 Вот какая будет теперь интенсивность А теперь определим каков же радиус диска должен быть чтобы реализовалась максимальная интенсивность В первом случае у нас Н2 число перекрытых диском зон для этого случая 1 2 число открытых отверстием зон Н нулевое 3 поэтому Н2 так относится к Н нулевому как 1 2 к 3 то есть получается 1 6 еще раз говорю что Н пропорционально квадрату радиуса отверстия отсюда заключаем что Р 2 радиус диска соответствующего максимальной интенсивности будет равен R делить на корень из 6 теперь в случае когда Н диск перекрывает нам 5 вторых зон Френеля Н н 5 вторых тогда отношение Н3 к Н0 будет равно 5 шестых и соответственно радиус диска R3 будет равен R корень квадратный из 5 шестых вот вот это 2 радиуса которые соответствуют максимальной интенсивности 8 и нулевое и вот такой радиус диска R делить на корень из 2 соответствует минимуму интенсивности то есть нулю ну а теперь перейдем к рассмотрению линзы задача 4 имеется круглое отверстие и на это отверстие падает плоская волна перпендикулярно отверстию в отверстие вставляют линзу да длина волны лямбда в отверстие вставляют линзу края которые совпадают с краями отверстия фокусное расстояние линзы F надо определить при каких радиусах диафрагмы будет в точке наблюдения с линзой максимум при каких минимум давайте обозначим первоначально радиус отверстия R вот здесь наметим фокусное расстояние линзы F как действует эта линза она соберет все лучи которые идут на отверстие параллельный пучок в фокусе который можно рассматривать теперь как некоторый новый мнимый источник этот источник дает нам как бы сферическую волну вот я здесь нарисую точка O поставим точка A сферическая волна и вот этот источник S' выступает как новый источник в случае построения зон френелем у нас было источник S затем отверстие и точка наблюдения P и мы строили для фронта волны который давал источник вот он был вот так выглядел строили зоны френеля а теперь зоны френеля нам надо строить на фронте волны мнимого источника S' то есть вот на этом фронте О но при условии когда радиус R значительно меньше чем A расстояние до источника но в данном случае для плоской волны A у нас стремится к бесконечности и B расстояние от отверстий до точки наблюдения можно считать вот этот фронт волны плоским выберем какую-то точку наблюдения P расстояние от точки наблюдения до экрана с отверстием обозначим B тогда нам надо подсчитать разность хода между лучом который идет через центр данного отверстия включая линзу и лучом который идет через край M зоны френеля но где-то вот здесь обозначим R M пусть она совпадает радиус этот совпадает с краем отверстия как идут лучи где набирается разность хода от источника луч идет в край радиуса R M это расстояние мы обозначим R маленькое и затем идет в точку наблюдения это расстояние обозначим S маленькое луч который идет вдоль оси идет соответственно из S штрих источника до линзы до этого фронта волны и затем в точку B поскольку у нас фокусное расстояние отсчитывается против направления падения лучей мы возьмем его со знаком минус и расстояние от источника до линзы тоже у нас F меньше и расстояние R тоже отсчитывается против хода лучей тоже возьмем его со знаком минус тогда запишем разность хода дельта соответствующая краю M зоны Френеля между лучами идущими по линии центральной и лучом который приходит в край M зоны значит в край M зоны пройдет расстояние минус R и плюс S и надо вычесть от S пройдет сюда минус F плюс B раскрываем скобочки получаем что это равно минус R плюс S плюс F минус B теперь рассмотрим треугольник вот здесь поставим точку C значит треугольник А П С из этого треугольника можно выразить расстояние S S равно корню квадратному из R M в квадрате плюс B в квадрате из-под корня вынесем B здесь останется корень квадратный из единицы плюс R M к B в квадрате поскольку я сказала радиус отверстия значительно меньше чем B и радиус соответственно M края M и зоны тоже значительно меньше B поэтому это есть малая величина и мы корень можем разложить в ряд Тейлора получим B умноженное на единица плюс R M в квадрате делить на 2B в квадрате аналогично из треугольника САС штрих находим расстояние R как корень квадратный из R M в квадрате плюс F в квадрате вынесем из-под знака корня F дальше у нас получится аналогичный корень сразу его разложим в ряд Тейлора и получаем единица плюс R M в квадрате делить на 2F в квадрате теперь найдем разность хода дельта от R M то есть между лучами которые идут по центру и в край M зоны подставляем найденные значения в эту формулу получаем минус R у нас F минус R M в квадрате на 2F плюс S B плюс R M в квадрате делить на 2B минус F минус минус F минус вот эти величины у нас сокращаются и остается R M в квадрате пополам пополам а здесь будет стоять единица делить на B минус единица делить на F линзу какова была разность хода если бы у нас не было линзы между этими же лучами тогда линзы нету у нас надо вычислять до точки наблюдения один луч идет от края зоны сюда а второй луч по центру без линзы разность хода дельта нулевое было бы равно S который вот здесь есть на рисунке минус B также считая волну плоской без линзы S выражаем как B плюс R M в квадрате на 2 B минус B то есть получаем R M в квадрате на 2 B и теперь сравним вот эти формулы разность хода с наличием при наличии линзы и без линзы мы видим что линза добавила добавочную разность хода дельта линза добавочная линзы линзы которое равно минус R M в квадрате делить на 2F если у нас край M и зоны совпадает с краем отверстия полагаем R M равные R и тогда вот здесь получаем что у нас разность хода дельта вот R уже будет равна R квадрат пополам единица на B минус единица на F чтобы у нас это разность хода как мы строили зоны Френеля и раньше должна отличаться на M лямбда пополам отсюда мы можем выразить число зон M которые укладываются уже в отверстии с линзой M равно R квадрат делить на лямбда и делить на умноженное на единица по модулю возьмем единица делить на B потому что M это целое число минус единица делить на F если M нечетное при M 2 K плюс 1 то у нас будет открыто нечетное число зон Френеля и в точке наблюдения будет максимум если M четное то попарно от двух ближних зон излучения гасит друг друга и в точке будет наблюдаться минимум теперь теперь давайте рассмотрим какие-то частные случаи как расположение соответствующих линз и первый такой случай давайте задача 5 обозначим вот такой случай как мы рассматривали но в данном поместим точку наблюдения фокус линзы то есть B равно F тогда вот эта формула которую мы с вами получили для разности дополнительной разности хода перепишется в такой форме значит дополнительная разность хода не дополнительная разность хода с линзой с линзой будет равна R квадрат пополам единица на B минус единица на F соответствующая разность фаз дельта Пси между ну я записала для края отверстия но это можно записать и для любого края соответствующие зоны Френеля поэтому напишу дельта Пси M для края M и зоны Френеля будет равно K умножить на дельта линзы с линзой когда соответственно 2П на лянда ну и вот эту величину уже переписывать не буду дельта линзы в случае когда B равно F дополнительная разность хода между лучом который идет по центру и любым лучом который идет через соответствующий участок этого отверстия будет равно ставим сюда B равное F нулю получаем соответственно разность фаз дельта Фи между любыми участками тоже будет равна для любого участка нулю и у нас получается если без линзы была спираль Френеля выглядела вот таким образом ну смотря сколько там зон было открыто нечетное число О О бесконечность то теперь для каждых двух участков у нас разность фаз здесь разность фаз набиралась между подзонами на которые мы разбивали первую зону если помните как мы строили первую зону на подзоны разбивали и векторочками обозначали вклад в амплитуду амплитуду возмущения от каждой зоны был у нас повернут каждый вектор относительно другого на один и тот же угол дельта Пси если у нас площади подзон были одинаковые в результате получалась спираль от чего зависит длина этой спирали от от количества вторичных источников которые уменьшают умещаются в отверстие когда мы поставили линзу количество источников не изменилось но теперь у нас вот эта спираль раскрутится в прямую линию от каждого участка идут без разности фаз вклады они соответствуют вот таким векторам которые направлены вдоль одной прямой но число вторичных источников у нас не изменилось поэтому длина вот этой спирали которая была без линзы для точки наблюдения будет равна длине прямой которая у нас получилась если мы находимся в фокусе линзы длина спирали если там умещалась m зон была равна pi r длина полуокружность соответствующая одной зоне умножить на m соответственно такая же длина это значит величина которая определяет амплитуду возмущения извините здесь не определяет амплитуду возмущения а вот здесь когда прямая то длина этой спирали она остается неизменной pi r m а интенсивность i которая пропорциональна a квадрат в данном случае будет равна i и нулевое это нам дает а нулевое в квадрате умножить да а нулевое это радиус спирали а нулевое амплитуда возмущения при полностью открытом фронте поэтому здесь будет а нулевое в квадрате даст i нулевое умноженное еще на pi квадрат m квадрат например при m равно 3 у нас получится интенсивность и равное i нулевое умножить на 9 pi квадрат это примерно 90 и нулевое то есть происходит значительное усиление света в фокусе линзы вот такое вот которое здесь написано это пример для трех зон а теперь значит мы взяли точку нарисую как было падает плоская волна здесь фокус линзы здесь линза у нас вставлена здесь находится фокус линзы и точку наблюдения п мы выбрали в фокусе линзы это f и отсюда b тоже равно для этого случая в фокусе линзы у нас получается соответственно большое очень усиление света теперь рассмотрим другой случай задач 6 когда мы помещаем точку наблюдения два раза дальше чем фокус то есть f равно 2 b значит если так нарисовать вот у нас лучи были параллельно шли потом они шли фокус это фокусное расстояние f а точку наблюдения b мы возьмем вот здесь точка p на расстоянии f пополам в данном случае чему будет равна интенсивность и при наличии линзы нарисуем спираль френеля без линзы давайте для конкретики возьмем что у нас отверстие открывает три зоны френеля поэтому рисуем спираль френеля для трех зон вот это у нас точка o это точка o3 амплитуда возмущения от трех открытых зон френеля выражается вектором o3 теперь у нас по формуле которую мы получили разность хода с линзой равна радиус отверстие r квадрат пополам единица делить на b минус единица делить на f подставляем f равное 2b получаем что это есть r квадрат делить на 2b здесь 2b ставим значит получается еще на 2b а разность хода r квадрат на 2b соответствует случаю когда у нас открыта зона фринеля без линзы без линзы без вот у нас разность хода без линзы r квадрат на 2b давайте обозначим ее дельта нулевое это разность хода без линзы здесь получается пополам тогда разность фаз которую вносит у нас линза дополнительно получается вместе с линзой новая разность хода будет у нас которая равна дельта пси 2p делить на к на лямбда это к и умножить на разность хода с линзой 2p 2p на лямбда умноженное на разность хода без линзы без линзы у нас три зоны фринеля открыты значит первая зона дает нам разность фаз п и еще пи и еще пи была 3p следовательно получаем при без линзы 3p было а теперь стало еще пополам то есть полная разность хода между участком который находится около центра данного отверстия и последним участком на границе отверстия теперь стало 3p поэтому мы должны нарисовать новую спираль 3p соответствует у нас 3p вторым зонам фринеля уже новым которые построены для волнового фронта с линзой поэтому начинаем строить значит мы изначально но длина вот этой спирали опять не должна измениться в результате того что у нас теперь линза еще дополнительно внесла разность хода и разность фаз потому что число вторичных источников не изменилось значит строим у нас вот так пойдет вот первые ну первые зоны и еще половина второй зоны вот как будет выглядеть здесь поставим точку О 3 штрих новая спираль то есть наша спираль фринеля как бы раскрутилась не до конца и теперь амплитуда возмущения которая получится начинается опять в точке О а конец спирали вот он у нас где находится в точке О штрих это амплитуда возмущения А для того чтобы нам ее вычислить нам надо найти радиус вот этой вот новой спирали которая нарисована здесь красным для этого воспользуемся тем что не изменился у нас не изменилась длина всей линии была длина от половины Пи Р в качестве Р у нас выступает А нулевое это амплитуда возмущения при полностью открытом фонте было 3П А нулевое а стало здесь у нас Пи еще половина Пи 3 вторых Пи на новый какой-то радиус А нулевое штрих откуда определяем 3П сокращаем что А нулевое штрих равно 2А нулевое и теперь можем посчитать длину вектора О О три штрих то есть это амплитуда нашего возмущения уже с линзой А равно О О три штрих это есть радиус А штрих умноженный на корень из двух то есть получаем 2 корня из двух А нулевое при этом интенсивность пропорциональная квадрату возмущения будет равна А нулевое в квадрате даст нам и нулевое а здесь получаем 8 и нулевое в данном случае в точке которая находится на половине расстояния до фокуса интенсивность равна 8 и нулевое а в фокусе как мы вот здесь оценивали для трех зон если отверстие открывает было бы 90 и нулевое то есть конечно в фокусе сосредотачивается энергия гораздо больше а потом она здесь меньше получается рассмотрим еще один объект зонная пластинка возьмем круглую прозрачную пластинку и сделаем так разобьем ее на участке кольца одинаковой площади и делаем через одно кольцо непрозрачным то есть центральное прозрачное следующее у нас непрозрачное затем прозрачное следующее непрозрачное и так далее причем площади всех пластин одинаковые и равны с 0 нам надо узнать как будет действовать эта пластинка если на нее падает плоская волна вот нарисуем отверстие которое мы вставили зонную пластинку центральная часть этой зонной пластинки которая находится по оси прозрачная потом идет непрозрачная следующая прозрачная следующая непрозрачная и так далее и здесь падает плоская волна длина волны лямбда напомню что для плоской волны радиус м зоны френеля рм выражается как корень квадратный из b m лямбда m номер зоны b расстояние до точки наблюдения соответственно b отсюда если выразить и считать что последний край м зоны совпадает с радиусом отверстия r то b будет равно r большое r квадрат делить на m лямбда выберем точку наблюдения p на расстоянии таком b1 что в центральном отверстии у нас укладывается одна зона френеля для точки p поскольку площади всех колец на котором мы разбили прозрачных и непрозрачных одинаково а площади зон френеля тоже одинаково мы это вычисляли то тогда если открыто здесь первая зона полностью вторая будет закрыта третья открыта четвертая закрыта и так далее и тогда расстояние b1 будет равно у нас r квадрат делить на лямбда просто и если мы векторами изобразим вклады от открытых зон френеля все эти вклады от первой зоны придет ну вот зону френеля мы рисовали с вами еще раз вспомним значит тут первая зона френеля вот такая вектор а1 от третьей зоны френеля которая открыта тоже такой же вектор ну почти такой же амплитуды а а большое 3 и так далее от всех зон они со направлены поэтому мы рисуем вектор от первой открытой зоны затем открыта третья зона затем открыта пятая зона и так далее амплитуда возмущения будет у нас равна соответственно вектор если здесь о поставить здесь о3 о5 и так далее будет равна вектор возмущения о3 о1 сначала плюс о1 от первой зоны от третьей зоны плюс значит о2 о3 о2 о3 о1 плюс о от пятой зоны о4 о5 и так далее и все они со направлены поэтому общая амплитуда возмущения а будет равна вот сколько у нас зон укладывается в отверстии М предположим это прозрачных зон нам надо взять и умножить на А нулевое тогда интенсивность не на А нулевое а амплитуда первой зоны первой зоны амплитуда первой зоны равна 2 А нулевое где это амплитуда возмущения при полностью открытом фронте поэтому здесь получается 2 М А нулевое соответственно интенсивность будет равна 4 М квадрат и нулевое значительно больше при числе М достаточно большом чем и нулевое то есть у нас получается что падал параллельный свет и теперь собрался в точке П как мы ее выбрали мы обсуждали интенсивность точки П большая поэтому точка П называется первым фокусом зонной пластинки F1 или главный фокус F1 зонной пластинки теперь будем двигать точку Б ближе к зонной пластинке тогда у нас радиус у нас будет уменьшаться и соответственно в отверстие будет укладываться все большее и большее число зон френеля и вот такое найдем B3 расстояние при котором в центральной открытой части укладывается три зоны френеля тогда B3 будет равно R квадрат делить на 3 лямбда при этом все зоны площади одинаковые если центральной три зоны уместилась затем будет три зоны закрыта в следующем прозрачном кольце еще три зоны френеля уместится вклада трех зон френеля выражается вектором ОО3 следующие четвертое пятое шестое закрыты от шестой до седьмой тоже похожий вектор если пренебречь длину разницы в длине этих векторов то тоже получится такая вещь когда складываются у нас все векторы и точка B3 называется тоже фокусом это главный фокус а это следующий фокус зонной пластинки если мы будем подвигаться еще ближе к зонной пластинке то мы найдем еще фокусы Bm который находится на расстоянии r квадрат делить на нечетное число 2m минус 1 лямбда это фокус Fm в каждом фокусе поскольку у нас все-таки спираль здесь уменьшается амплитуда возмущения от последующих зон то в каждом фокусе интенсивность будет меньше но таких фокусов у зонной пластинки будет много таким образом зонная пластинка тоже может рассматриваться как аналог линзы но в линзе если мы когда это оценивали интенсивность была 4m квадрат и умножена еще на пи квадрат от примерно десятка то есть линза более эффективно фокусирует цвет чем зонная пластинка но зонная пластинка тоже фокусирует его и вот то что мы написали это первый фокус и последующие фокусы зонной пластинки на этом мы заканчиваем наш семинар спасибо за внимание